Всем привет, с вами Работлев, и сегодня я вам покажу самый эффективный способ формить души, углевражды и сосуд души. Итак, для начала вам нужно получить сердце певельного тумана, затем стелепортироваться вот на этот самый последний костер в лесу павших гигантов. И если вы уже убили босса, то тут нужно сжечь углевражды. Итак, сейчас заходим в воспоминания гиганта. Тут пробегаете сюда, заходите в туман, быстро пробегаете налево, потому что сейчас сюда прилетят огненные шары. Отбирайте углевражды, то есть вы его уже восполнили. Начинает падать голова, от нее укрывайтесь здесь. Осторожно следите за шарами огненными, могут неплохо так за дамажей. Бежите к боссу, уворачивайтесь от первой атаки и убивайте его. Любым способом, каким хотите. Я предочитаю магии. После убийства гиганта, можете забрать тут огненное семя. Вы получаете 360 тысяч душ. Это при условии, что у меня надето кольцо серебряное смене плюс один. И у меня эта локация примерно на НГ плюс 15, плюс 16. Далее пользуетесь старым пером. Тут можно забрать две штуки мерцающего титонита. И опять воспользоваться пером. И сейчас еще можно сжигать углевражды, если вам нужны только души. Но можно еще отправиться вот на этот костер и проверить остальные воспоминания гигантов, чтобы получить еще один огонь вражды или сосуд души. Итак, первым делом отправляемся к другому гиганту, который около Пейта находился. Тут можно поговорить вот с этим парнем. Можно зайти сюда. Тут деревянный сундук, в котором нечто окаменевшее и пять гладких шелковистых камней. Тут можно пробежать, но у меня не получалось. Не получилось. Я полечусь немного. Гиганты опасны, потому что у меня НГ плюс 15. Можно было пробежать дальше, там лежит огненное семя. Но я пробегусь здесь. Тут тоже можно ничего не убивать. Единственное, что по вам могут попасть, и это довольно больно, но обычно они сливают. Поднимайтесь по этой лестнице. Можете убить этого гиганта, если он у вас смущает или он вам мешает. Тут поднимайте душевлекого героя и уголь вражды. Пользуйтесь пером. И еще один дополнительный гигант, до которого тоже можно не бежать, у которого можно найти сосуд души, если он вам нужен. Он находится за преследователем. И тут, насколько я помню, нужно пойти направо. Если вернуть сюда, и взять сосуд души. И еще одну душевую великого героя. Которая довольно бесполезна, потому что гигант приносит довольно много душ. Итак, если вам нужно, можете все это повторить. Опять сжечь уголь вражды. И убить гиганта. И собрать весь лут, если он вам нужен. Итак, в чем же плюсы и минусы этого способа? Самый главный плюс это то, что души текут рекой. Их очень легко формить и в очень больших количествах. Второй плюс это то, что вы не только не тратите угли вражды, вы еще можете их получать. Ну и третий плюс это то, что можно бесконечно формить разные вещи, типа тех же углей вражды, нечто окаменевшего, сосудов души. Минус этого способа это то, что он находится практически в самом конце игры. И может служить, по сути, только для ПВП или для НГ+. Ну и второй минус это то, что у вас будет постоянно скапливаться куча колец гиганта. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!